Привет-привет. Добро пожаловать в SS-студию. Благо, что нас разделяет экран и большое расстояние. Если бы вы пришли ко мне в студию по-настоящему, боже мой, я бы вам не открыла. Давно я так не болела. И конъюнктивит. Чуть-чуть получше сегодня, но... Всё равно ужас. Итак, блогер за 90. День 59. Говорим о том, кто кому чем обязан. Знаете, как... Очень много считают, что все им обязаны в основном. Такие все хорошие, белые, пушистые. Делаем всё для других. А потом нам, в ответ, нам ничего не делают. Того, что мы ждём. Так вот, я считаю, хоть я иногда и чувствую, что кто-то кому-то, кто-то мне там должен что-то сделать. Типа, ну как ты, типа, не видишь слепой духой? Почему я должна вообще об этом говорить, да? Хочется, чтобы просто пришли и сделали это тебе даже без напоминаний. Ну, надо помнить ещё так же, что мы не умеем читать умы других людей. Но не о том сейчас. Сейчас просто, ну вот, да, действительно, всё равно вот, пацанательно, настолько это сильно. Ожидание вот чего-то, что кто-то нам чем-то должен, мужья должны, жёны должны, по каким-то там непонятным, ну, каким-то там устоям. Дети должны, родители должны, друзья должны. Никто никому ровным счётом ничего не должен. Ничего. Даже долг вращать. Конечно же, это там, ну, моральные устои какие-то. Это твой характер, как ты себя показываешь, там, если ты взял в долг и не вернул. Но на самом деле ты не должен. Как бы ответственность на обоих людей. Тот, кто занял, он тоже должен понимать. Прекрасно должен. Ему нужно понимать, что если он даёт деньги в долг, то давай на это. Это прекрасно известное правило, что если даю, то уже давай с концами. Если вернуться, здорово. Если нечего дать, ну, нечего дать. Просто честно говори, что нечего дать. Да, если там есть что-то, и что ты готов потерять. Мало ли что, мало ли что. Даже если человек, там, знаешь его очень хорошо, и знаешь, что всегда возвращает, но какие-то непредвиденные обстоятельства вообще жизненные. Да вообще, может, он умрёт завтра. То есть, нельзя ожидать эти деньги обратно. Ну, хоть что, любое, вот что вы дали в долг. Раз дали что-то... Отпускайте. Даже... Спасибо. Вот я сделал то-то, то-то. Даже спасибо не сказали. Ну, блин. Ты делал это ради спасибо, или ради того, чтобы сделать какое-то... Ну, потому что ты хочешь, потому что ты по-другому просто не можешь. Потому что это был бы не ты, если бы ты этого не сделал. Выбор всегда есть. Можно ведь и не сделать. И никто от этого не может сказать нет. Это всё уроки. Потому что очень многие люди вообще говорить нет, не умеют, в принципе. Другое у меня постоянно вообще вырубает, что дети обязаны, обязаны помогать по дому, там, да, что-то убираться, ещё что-то помогать, там, не знаю. Готовить, там, не знаю, ну, в определённом возрасте. Да нифига, они не обязаны. Нифига, они не обязаны. Ты как родитель выбрал... Да, выбрал сознательно, подсознательно. В какой-то мере и сознательно, и подсознательно, чтобы, ну, пустите ребёнка к себе в жизнь, пропустить через себя. И этот ребёнок не является твоей собственностью. И он ничего тебе вообще не обязан. За какую жизнь это был твой выбор, пропустить через себя душу, которая сформировалась тело в тебе, в тело в тебе. И вышла жить свою собственную жизнь. Да, вот так вот всё устроено, что, ну, мы живём семьями, и... Мы воспитываем, мы берём ответственность за своих детей до определённого возраста. Кто-то до конца жизни, кто-то... Да, какие-то рамки ставит определённые возрастные. Вот. Но вообще ожидать чего-то... Ну, ребёнка вообще ничем не обязана. Он пришёл и пришёл. Если сделает, это классно. Просто надо уметь поощрять и... Вызывать интерес к тому, чтобы они тоже подключались к чему-то. Но ожидать от них помощь, заставлять... Это чистой воды манипуляция. И прививать чувство стыда. Да ты, типа, здесь живёшь, да мы за тебя платим, да мы тебя растим, да мы за тобой следим, да мы за тобой смотрим, да мы тебя учим. А ты такой рассекой. Так же и родители... Ну, дети, родители ничего. Вот ты, типа, меня родил. Вот ты, типа, должен теперь за мной ухаживать и помогать мне всю жизнь. Ни фига. Вообще смешно. Не, ну, правда, многие... Ну, очень много людей так думают. Ну, что, типа, раз родители запустили тебя в мир, значит, это, типа, их ответственность, обязанность, обязанность. Ну, типа, поддерживать, там, помогать, там, несмотря ни на что, несмотря ни на какие грехи, и всё равно там это останется... Он останется моим сыном и моей дочкой. Это отдельная личность совершенно, она просто прошла через вас, вы были проводником. На самом деле, это отдельная личность. Друзья, вы можете делать выводы из того, что там кто-то обещал что-то сделать, да, и не выполнил обещание. Они не должны были, не обязаны его выполнять. Обстоятельства меняются, всё меняется, что-то забывается, приоритеты меняются. Поэтому никто вообще никому ничего не должен. Ясно, понятно, что за всё есть естественные и натуральные последствия. Но, в принципе, весит на кого-то долги и обязанности, и ожидать чего-то, это очень странно. Только по отношению к себе это можно делать. Только по отношению к себе. Я так считаю. Только по отношению к себе. И то надо быть благоразумным, благосклонным, и очень осторожным, аккуратным. И ничего страшного, если что-то поменялось. Надо себя тоже гнобить тем, что ты кому-то что-то пообещал, теперь не можешь выполнить. Просто единственное, если уж это слово употреблять, должен и обязан быть, только должен и обязан быть честным. Честно, по отношению к себе, честно и открыто. Общаться, общаться и излагать все свои мысли, насколько можешь со всеми вокруг и самим собой. Ой, самим собой быть честным. Вот. Не знаю. Надеюсь, понятна моя точка зрения. Если кому-то интересно вообще ужасное состояние, я чувствую гораздо хуже, по-моему, чем я выгляжу. А выгляжу я отвратительно. Просто отвратительно. Ладно. Завтра свободная тема. Ура! 60-й день. И... Увидимся завтра. Всем прекрасного времени дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поехали! Продолжение следует...